Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан». Пятый том. Вопрос 1411. Как правильно готовить детей к исповеди? Есть ли хотя бы примерные вопросы, по которым нужно обратить внимание на греховные дела? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот несколько основных вопросов, которые нужно уже вне дома внимательно разобрать с ребёнком. Но это всё механические действия, которые могут ни на йоту не продвинуть человека ко Христу. Приготовление детей к исповеди. Чтобы принять в себя тело и кровь Христовы, то есть причаститься, нужно подготовить своё тело и душу. Для этого необходимо три дня не есть пищи животного происхождения, мяса, яиц, молока, а также испытать свою совесть, покаяться. Осознать ваши грехи помогут примерные вопросы, которые мы вам предлагаем. Первый. Знаешь ли ты, чадо, что твою исповедь слушает сам Господь Бог наш? Здесь невидимо предстоящий. Жалеешь ли ты о том, что согрешил перед Богом, нарушив Его заповеди? Со всеми ли ты примирился, идя на исповедь? Молишься ли ты утром и вечером, до еды и после, до начала всякого дела и после него? Любишь ли ты Бога всем сердцем твоим? Не тратишь ли ты деньги на лакомства? Соблюдаешь ли умеренность еде? Соблюдаешь ли посты? Не гордишься ли ты своими успехами в учебе, своими богатыми родителями? Не желаешь ли ты первенства во всем, чтобы тебя считали умным или богатым? Не любишь ли повелевать товарищами? Не произносишь ли имени Божьего напрасно и небрежно или в шутках? Не ропщишь ли на бедность своих родителей? Не завидуешь ли богатым? Благодаришь ли Бога в болезнях и скорбях? Знаешь, что все испытания посылаются Богом для твоего счастья? После болезни ты больше будешь радоваться здоровью, а после страдания не будешь уже так горд и самонадеян. Не ленишься ли по воскресеньям и в праздники ходить в церковь? Не позволяешь ли себе разговоров и шуток, стоя в храме Божьем? Любишь ли ты читать Слово Божие, Евангелие? Не любишь ли праздно проводить время? Праздность рождает много беззаконий. Пересуды, насмешки, частое пиршество, хищение, ссоры, драки, обманы. Остерегайся праздности. Не проводишь ли время за компьютерными играми? Это грех. Стараешься ли ты в приобретении знаний? Сознаешь ли, как полезно учение? Молишься ли Богу, чтобы Он помог тебе в учебе? Почитаешь ли ты своих родителей? Не огорчаешь ли их? Помогаешь ли им, чем можешь? Почитаешь ли ты пастырей духовных, священников? Ведь они служители Христова на земле. Почитаешь ли ты учителей, которые дают тебе знания? Почитаешь ли старших? Не позволяешь ли себе насмешек над пожилыми людьми? Стараешься ли ты избавляться от дурных привычек? Не умеешь ли привычки брониться неприличными словами? Не таишь ли на кого злобы, ненависти? Утешаешь ли знакомых и товарищей в их бедах и горестях? Не мучил ли ты животных? Не убивал ли ты их ради забавы? Любишь ли ты других людей, как заповедовал Господь? Подаешь ли, что можешь, бедным? Не допускаешь ли нечистых плотских пожеланий? Не согрешил ли более чем пожеланиями? Береги свою душу и храни в чистоте свое тело. Не дружишь ли с ребятами, которые учат тебя дурным поступкам и нечистым удовольствием пить, курить табак, употреблять наркотики, играть в карты, в шашки, шахматы, в кости и совершать прочие греховные и опасные занятия. Не брал ли чего без спроса? Не присваивал ли себе найденные деньги или вещи? Не делай этого, не навлекай на себя гнев Божий. Не лгал ли ты родителям, учителям, товарищам? Не подсказывал ли на уроках, обманывая этим своих преподавателей? Помни, что отец лжи – дьявол. Не нарушал ли когда данного обещания? Не осуждал ли кого? Не смеялся ли над недостатками товарищей? Не говорил ли дурного о родителях? Не бывает ли у тебя нечистых мыслей? Не завидуешь ли ты, когда при тебе хвалят твоих товарищей? Дорожишь ли ты временем? Употребляешь ли его на добрые дела? На свое нравственное исправление? Не забывайте, что в день причастия с утра ничего нельзя есть и пить. На воскресенье Христова Душа моя, ликуй и пой, наследница небес, Христос воскрес, спаситель твой воистину воскрес. Так ад предсильным изнемог, из гробовых верик, Из ночи смерти сына Бог и с ним тебя воздвиг. Из света вечного Господь сошел в жилище тьмы, Облегся в перст, оделся в плоть, да не погибнем мы. Неизреченная любовь всех таинств высота, За нас свою святую кровь он пролиял с креста, Чистейшей кровью своей нас, падших, искупил От мук и гроба, из сетей и власти темных сил. Христос воскрес, спаситель мой воистину воскрес. Ликуй душа, он пред тобой раскрыл врата небес. Кюхельбекер, 1797-1846 годы жизни.